Украина уже получила разрешение на использование некоторого западного оружия. Удары по мостам через реку 7 в Лужковском районе Курской области это подтверждают. Людей просто-напросто очень не хватает, что прежнего потока контрактников недостаточно. Вот я сделал две фотографии. Одну в Питере, в метро, по поводу, так сказать, приглашения к вербовке, завербоваться, простите, вооруженные силы. Видите, уже 2,1 миллион в Питере. Но очень более красноречивый плакат я встретил на одной из станций Московского центрального кольца. Я тоже его привожу сейчас. Как видите, уже 2,3 миллиона рублей сразу. Уже больше 200 тысяч в месяц, пожалуйста. То есть первый же месяц завербованному предлагается больше 3 миллионов. Приветствуется гастарбайтеры, видите, там мигранты предоставляют, что называется, гражданство. И видите, 8 тысяч рублей за каждый день штурмовых действий. 50 тысяч рублей за продвижение штурмовых действий на километр вперед. То есть все заливается деньгами, все заливается баблом. И о чем это говорит, ребята? Любой западный или враждебный разведчик сразу же сделает выводы, потому что людей просто-напросто очень не хватает, что прежнего потока контрактников недостаточно. Он сразу сделает вывод о том, об уровне потерь, между прочим, и о потоке ныне желающих заключить контракт. Зачем все теперь заливается такими деньгами, что называется. Вот у меня сразу же, да, и посмотрите, барский подход к делу. Мы вам бабла немеренно там, и отстаньте от нас. Вот, там решать как-нибудь колупайтесь сами. У меня сразу вопрос. Вот вы тратите на одного стрелка, завербованного контрактника, пехотинца, ну вот 2,5 миллиона рублей в первый же день, да, я беру Москву, ну, в Питере поменьше. А нецелесообразно ли на эти деньги, между прочим, в общем-то, решить проблему у вас дроны там, ракетно, для того, чтобы, собственно говоря, вывести противника из войны. Или вы будете вот так вот деньгами заливать, а сами ничего не делать для коренного перелома введения боевых действий. Вот эти плакаты, они говорят об очень опасной тенденции, о том, что враг выбрал время для курской операции достаточно вовремя. Потому что по этим плакатам видно, что, в общем-то, как отчаянно наше начальство пытается избежать второй волны призыва мобилизации резервистов. Посмотрите, по росту вот этих цен, даже расценок, как называется, это обо многом-многом говорит о том, что надо войну действительно, так сказать, характер войны, военных действий менять. Ну, вот, так сказать, та история с гражданской войной в США. Если вы почитаете избранные военные произведения, Фридрих Эйнгельсон говорит, что он тогда еще писал в ходе войны, он тогда был военблогером, таким, по нынешним меркам. Он говорит, что вести, так сказать, войну нужно революционным способом. За север болел, за северя, а не, в общем, таким вот привычным путем. Ну, а как, собственно говоря, обстоят дела вот с этим вот переломом, который, вроде бы, должен состояться, иначе придется, к чему толкает враг, объявлять еще один призыв резервистов, как в осенью 2022 года. А это, кстати, угроза. Они специально подталкивают нашу власть к этому, зная, что наша власть этого очень-очень боится. Потому что, как вы понимаете, призывать придется очень многих. Вот это может вызвать болтанку и, так сказать, острые события в стране, поскольку, как вы понимаете, собственно говоря, целовое стабжение с 2022 года не очень. Сейчас Министерство обороны находится там, сажает генералов. Там просто естественная дезорганизация. Да и, в общем-то, так сказать, как мне говорят, как доносят с фронта, в общем, в том же Курске, с целовым стабжением очень-очень большая проблема. Вот чтобы сейчас призвать, а призвать там полмиллиона минимум, вот это, значит, столкнуться с теми же проблемами, что ничего не хватает, что надо собирать за свой счет, закупать и прочее, прочее. Поэтому, вот, собственно говоря, враг и пытается поставить нас в это положить. Ну, а сейчас Игорь Романенко, засновник благодейного фонду «Закриемо небо Украины», заступник начальника штаба Збройных сил Украины у 2006-2010-му роках, генерал-лейтенант, уже есть с нами. Пане Игорь, вітаем вас. Вітаю вас. Пане Игорь, The Guardian написал, посилаючись на джерела українськие, мовляв, що така думка є, що Росію може схилити до переговорів загроза ударів по Москві і по Санкт-Петербургу. І для того вони просять партнерів, особливо американців, щоб ті дали дозвіл на те, аби можна було бити Storm Shadow далекобійними ракетами, а ракети британські, але там є комплектуючі американські, і саме треба благословіння від американської влади. Як на вашу думку, чи справді ця стратегія може бути правильною, чи це переконає Росію? Мені дуже добре для мене, як фахівця, згадати час перед війною, коли я виривався на 60 хвилин до Скобєєвої, і мав можливість, поки не захлопують, не затопують, дати інформацію, тому що вони говорили про наш Нептун, нічим не це, тільки на папери і так далі. А ми, відповідав я, я був на іспитах, наприклад, говорив, що це вже комплекс, він потужний, розростається, і взагалі ми йдемо по програмі, розвиваємось, і буде зброя, коли будемо діставати до Москви і до Санкт-Петербурга, а взагалі завдання маємо, щоб це було аж до Урала. Після цього там у них режисура остаточно захлопило, затопило, але я вирив їм цим в ефір і в Глубінному народу, для цього, собственно, і туди виривався. І про Скабію це інше питання, питання ж не в тому, щоб її переконати, а питання добиратися, щоб вони знали, що це ми зробимо. І ми це робимо. І зараз вже зробили, що до Москви і до Санкт-Петербурга достаємо. Ми достаємо вже ударними дронами до двох тисяч оленя до їх стратегічного озброєння, чим вони були дуже стурбовані і жалілися американцям, що ми наносимо удари по стратегічним бомбардувальникам, які є складовою їх ядерної триади. І вони ж американцям жалілися, як так. Тобто українці нарушують паритет ядерний, який там побудований між американцями і між ними. Це ганьба. І як би повпливати. Ну, з нашої подачі американці відповідали, що не застосовуйте стратегічну авіацію своєї неядерної зброї. І українцям, ну, деякі часи будуть терпіти, поки чергово щось вони не роблять. Але в той час, так чи і наше, ми будемо розвиватися. І в розвиток, ми знаємо з вами, інформація, що зробили дрон-ракету нову з кращими можливостями. Поляниця. Важко їм росіянам це і подавати в ефір, тому вони заміняють це буханкою. Ми розуміємо, що як по слову, це не зовсім так. А тому, що з себе представляє наша поляниця, вони найближчі, ну, вже відчувають. І я думаю, це в розвиток, в масштабування відчують нас. Всего ж в террористичних атаках ВСУ только на Білгоровську область були задействовані десятки дронів і більш сотні артилерійських боеприпасів. На Великобританні розвиток і ударні сыграли ключову роль в наступлении ВСУ на Курську область. Телеграф пишет, що Україна вже получила розрішення на использування некоторого западного оружія. Удари по мостам через реку 7 в Лужковському районі Курську область це підтверджає. Дякую за перегляд!